Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Но чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Вот забыли, что ли? Ну ладно, всё затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто её создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам обсуждения. Значит, ну вопрос в безопасности. Но сейчас, бог с ней, с истории. Вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются...